Всем привет! Смотрите как почистить диски компьютера от ненужных файлов с помощью встроенных утилит Windows 11. Производительность операционной системы часто снижается, когда в системе заканчивается память. С недостающим объемом свободного места на диске некоторым программам требуется больше времени для запуска, а некоторые и вовсе могут не запускаться. Как правило, в настоящее время система устанавливается на SSD накопитель небольшого объема, и зачастую в процессе использования не хватает места на диске. Для очистки дисков от ненужных файлов есть много сторонних программ, но также можно воспользоваться встроенными утилитами, которые не хуже исправляются с данной задачей. Как и в предыдущих версиях, в операционной системе Windows 11 есть встроенные утилиты для очистки диска, и далее в видео я покажу, как ими пользоваться. Первый способ очистки диска в Windows 11 доступен в параметрах. Чтобы открыть данный инструмент, откройте пуск в параметры память. Справа в окне вы увидите информацию о занятом и свободном пространстве на диске. Ниже представлен список категорий с размером используемого пространства на диске. Развернув одну из категорий, к примеру, возьмем временные файлы, отобразится информация о том, что именно входит в эту категорию и сколько места занимает. В данной категории доступно их удаление. Для отображения всего списка категорий нажмите здесь «Показать больше категорий». Ниже в разделе «Управление хранилищем» вы сможете выполнить очистку диска. Контроль памяти позволяет настроить автоматическую очистку места на диске, удалить временные файлы и т.д. Открыв данный раздел, можно настроить расписание удаления файлов из конкретных папок. И в самом низу находится кнопка запуска контроля памяти для запуска очистки. В предыдущем окне еще можно посмотреть рекомендации по очистке. Здесь предоставлена информация о файлах загрузок, корзины и временных файлах, больших или неиспользуемых файлах и приложениях, и файлах загрузки. Отмечаем из списка файлов, которые нужно удалить и жмем «Очистить». Функции, предоставленные в параметрах памяти Windows 11, достаточно базовые, но полезные, особенно для начинающих пользователей. Довольно весомым преимуществом использования в сравнении со сторонним софтом для очистки является то, что вы не сможете ничего испортить в работе системы. Удаление любых предлагаемых к очистке файлов безопасно. Исключением может быть лишь папка загрузки, если в ней хранится что-то важное. Помимо параметров очистки памяти в Windows 11, как и в предыдущих версиях, осталась встроена утилита очистки дисков. С помощью данной утилиты вы сможете очистить намного больше ненужных файлов, нежели в разделе «Памяти в параметрах системы». Открываем меню «Пуск» и ищем в поиске «Очистка диска». В открывшемся окне выберите диск, который нужно очистить, и нажмите «Ок». В следующем окне отобразится список файлов, которые можно удалить. Обычно эти файлы занимают немного места на диске. Но если нажать ниже «Очистить системные файлы», снова появится окно выбора диска. И после выбора начнется повторное сканирование. После которого список файлов и объем данных, которые можно удалить, увеличится. Отметьте пункты файлов, которые нужно очистить. И нажмите «Ок». Дождитесь окончания процесса очистки. Во вкладке «Дополнительно» вы сможете освободить место, удалив ненужные программы или удалив точки восстановления, за исключением последней. Просто нажав «Очистить» напротив нужной категории. Функция очистки диска аналогична параметру контроля памяти. Этот инструмент также безопасен в использовании. Файлы, которые могут нарушить работу системы, удалены не будут. Также данную утилиту можно запустить в расширенном режиме. Это позволит осуществить более глубокую очистку и удалить еще больше файлов. Для запуска утилиты в расширенном режиме откройте окно «Выполнить» и введите следующую команду. Если запустить таким образом не удалось, выполните ее в окне командной строки от имени администратора. Как видите, здесь представлен расширенный список очистки файлов. Недостатком данного режима является то, что здесь не отображается объем, который занимает файлы из каждого из пунктов. Также здесь нет пунктов «Пакеты драйверов устройств» и файлы оптимизации и доставки, которые присутствуют при обычном запуске. Если вам критически не хватает места на диске, можно очистить еще несколько гигабайт вручную из папки «Файл репозиторий», где хранятся драйвера устройств. Стандартные способы очистки не удаляют старые и неиспользуемые драйвера, которые лежат в этой папке. Если данная папка занимает больше 2 гигабайт, стоит удалить некоторые из драйверов. Данную папку вы найдете по такому пути. Папка «Файл репозиторий» содержит копии готовых к установке пакетов драйверов устройств. При обновлении драйверов оборудования, система или вручную старые версии драйверов остаются в указанной папке, могут служить для отката драйверов и одновременно вызывать увеличение количества места на диске. Теоретически, можно удалить все содержимое этой папки. Однако, не вполне безопасно и может вызвать проблемы. Для безопасной очистки драйверов вы должны иметь представление, что удалять. Для начала, построим список драйверов, находящихся в данном каталоге. Запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Данная команда создается файл на диске C со списком пакетов драйверов. Просмотрев список, вы сможете удалить ненужные драйвера такой командой. Где этот номер? Номер файла драйвера, как указано в тексте файле. При удалении используемого драйвера, вы увидите сообщение об ошибке удаления файлов. Первым делом, удалите старые драйвера видеокарты и других периферийных устройств. Текущую версию драйвера, можно посмотреть в окне диспетчера устройств. Свойства, драйвер. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.